Это для меня? Да, это для тебя. Спасибо, Масква! Масква! Вы помните нас, Джесси? Вы помните нас? Вы помните нас? Мы хотели бы выиграть. Нет, вы не хотели бы выиграть. Да, мы хотели бы выиграть. И вы сказали, что вы проведете завтрашний день с нами. Вы пьете, что все в Москве. А я не помню. Я не помню. Я не помню, что это радио Wasси. Это было невозможно. Я не понимал. Я не помню medical それ я не помню. Что это? И? Вы спросите, что я думал, что вы видите? Да, она спросила. Я же спросил, он стал спитом и trying. Он спитом и получил, что он получил. Потому что вы не можете... Я слышал, что вы играете по шведом и... Я слышал, что вы играете по вашему мировой школе. И ты еще не понимаешь? Когда я был маленьким, сколько раз можешь прощекарить, спроси Сэймон. Сколько раз ты можешь прощекарить? 25 лет я играл в футболе. Когда ты играл в футболе, ты можешь попробовать. Ура! Ура! Кидай обратно. Вот так вот головку принял. Отлично. Мы хотели вообще с друг другом прийти и сказали только с мячом можно. Поэтому мы сегодня здесь с мячом. Джейсон, что больше всего удивило в Москве, когда приехали? Просто... Я просто пошел на карпет и вижу все фанаты. И это как... Я не был в этой стране, в Сельвии. Все, что я хочу видеть, это большая команда. Это лучшая команда, я никогда не видел. Он так особо еще город не видел, но пока он шел... Пока он шел сюда, как раз на ковровой горошке. Именно как фанатских мы встретили. Это очень его потрясающе. Джейсон, а вы уже пробовали русскую водку? Ха-ха-ха-ха. Ну, конечно. Это как вода для меня. Это как вода? Нет. Я пью так много, как вода. Хорошо. Вот такой вопрос. После скольких стопок русской водки... У нас просто в России есть такая традиция, да? Фермерские звонки... Ха-ха-ха-ха. Это не твоего бизнеса. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так что? Джейсон, заслеснялся вам отвечать на этот вопрос. А какой ответ? Есть. Джейсон, заслеснялся. 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 Да, Джейсон прекрасно выглядит, мы больше привыкли вас видеть ночные рубашки вверхом на мотоцикле, но это тоже сойдет, да. Зрители сегодня, слушатели радио, наши зрители, у нас есть открытая студия, назвали сцену из фильма «Адреналин», где на ипподроме, вы помните, он заезжает свое сердце, самый ключевой фильм сцены в карьере Джейсона Севткома, из-за нее это голосовало наибольшее количество человек. Поэтому, конечно, мы рассчитываем в фильме «Паркер» увидеть тоже что-нибудь такое ключевое, то, что врежется в нашу память, и оставить пересматривать этот фильм еще раз, еще раз и еще раз. Но, кстати, у меня есть вопрос по поводу фильма «Паркер». Были ли такие сцены в этом фильме, когда вы читали сценарий и сказали, «О, нет, вот этого я делать не буду». Ну, конечно, непростые нажимы про Лопес. Там-то все нормально было. Ну, я, знаешь, я обычно встал в то, что я перед вами. Я говорю, что это история, и, знаешь, я люблю себя, я не могу проверить себя. Он, кстати, любит себя, как бы, ну, заставляет делать такие вещи, которые раньше не делал. Поэтому, даже если это чуть-чуть, немножко, как бы, сложновато, он все равно найдет, ну, способ зафигачить. Это круто, он достойный мужчина, я считаю. Да, он вообще-то человек, ну, то есть, человек-то... В пресс-релизе фильма «Паркер» написано, что «Паркер», главный герой фильма, он не привык извиняться за то, что он делает. Джейсон Стэтхэм не привык извиняться за то, что делает он в своей жизни. Мы сейчас увидим премьеру фильма «Паркер», здесь все вместе сможем ее оценить, и сейчас Джейсон пригласит нас на русском языке. Да, можно, чтобы Джейсон сказал по-русски, «Приглашаю на фильм». Пригощаю на фильм. Спасибо, Джейсон! Спасибо, Джейсон! Джейсон, Джейсон был шот. Можно взять шот. Спасибо, Москва! Встречаем, Премьер Паркер в Москве. Впервые Джейсон Стетхерн.